Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот. И если останется от Украины по центру, ну, может быть, да-да-да. – Абсолютно логично, я тоже так считаю. Ну, возможно, еще плюс Одессу возьму. – Возможно, возможно, да. Одесса тоже очень вкусно, чтобы их отрезать от моря и там закрыть, раз и навсегда вопрос черном. – Хотя, вот именно, что отрезание от моря, Запад может упрашивать Путина, чтобы оставили им выход к морю, и он может им оставить. Ну, посмотрим, посмотрим. – Посмотрим, да. Сейчас пока вроде ситуация развивается хорошо. Ну, нормально, скажем так. – Ну, не очень хорошо, но как вы, в принципе, относитесь к СВО? – Я бы хотел, конечно, чтобы этого не было, но если уж моя армия проводит специальную военную операцию, я ей желаю успеха, а врагуру грома. – Ну, я тоже желаю поражения Украине, но я считаю, что СВО слишком запоздалая акция, и нужно будет проводить ее в 2014 году. – Ну, об этом и Путин говорил много раз, наверное. Ну, несколько раз точно говорил, что много было раньше. – В последние месяцы стал говорить, раньше он это не говорил. Он говорил, наоборот, что мы были не готовы, хотя что значит не готовы. Армия Украины в 2014 году была такая, что Украину можно было взять двумя дивизиями Стройбата. – Ну, в общем, так. Вот такая ситуация, какая есть. Я, в общем, поддерживаю мою армию, мою страну. – Ну, они молодцы. Я понял, да. – Да, они работают от ЛИИ. – Да. Ну, хорошо. Ладно, так есть у вас желание заходить? – Спасибо. – Хорошо, спасибо за беседу, всем, Влад. – Ну, клен на флаге. – Ну, да, кленовый листок. – Ну, да, кленовый листок. – А вы откуда? – А вы откуда? – А мы из России. – Какой город? – Какой город? – Город Пермь. – Понятно. – Понятно. – Знаете где такое? – Как твой город назывался до 59-го года? – До 59-го года? – До 59-го? – Да. – Нет, не знаю, наверное, я еще это не родился в то время. – Но я понимаю, но бывают, что люди знают историю. – Кто родных они родили? – Назывался город Молотов. – Назывался город Молотов. – Молотов? – Да. Пермь назывался Молотов? Да Я первый раз слышу такое Вроде как бы с историей дружу Но первый раз Потом проверишь Я тебе точно говорю А вы откуда? О чем беседуете? У вас Да, я беседую У вас какой-то флаг страны Вроде как Лис Кленовый, Канада Нет, это не канадский флаг Можно сказать канадский Флаг одного из канадских городов То есть вы сейчас находитесь В Канаде или в Украине? Да, в Канаде А я почему-то Украину выбрал Показано, что Украина Это VPN А с какой цели вы выбираете Украину? Что вас там интересует? Да, хочу пообщаться с украинцами Узнать Как мы пришли к такому Почему так давно Некоторые украинцы Не все Некоторые Почему-то Не любят русских Ну я вам могу объяснить Как пришли Конкретно Виня, первопричина То, что два коммунистических лидера Ленин и Троцкий Отдали русские земли УНР В 1918 Этим они заложили Базу для современного конфликта Ну дальше вы, наверное, скажете За Голодомор в Украине В 1933-х годах, да? Зачем я буду говорить? Мне он не очень интересен Это проблема украинцев Хорошо Хорошо Вот смотрите Вы В годах Я думаю Уже мудрость какая-то у вас есть Вот На ваш взгляд Если, например Ну скажем так 20, 30, 40 Даже 70 лет назад Какие-то были конфликты Почему их нужно помнить Столько лет? Почему нельзя забыть Как-то перевернуть страницу И жить не прошлым А настоящим будущим? Ну вот Это Тут принцип такой Что чует кошка Чего мясо съела Украина так и хотела жить Она отхватила Незаслуженно территории чужие Русские, в частности Донбасс и Харьков И хотела так жить Но в итоге, видите Вот Не получилось История все выравнивает В сторону справедливости То есть получается Я так вас понимаю Вы не проукраинский А почему я должен быть Проукраинский? Я просто страшен Потому что Я выбирал Украину Выбралась Украина Вы в Канаде И так как Сейчас в Украине Без вызове режим Как по моей логике Я думал Вы украинец Уехали в Канаду И предвзяток Вам отнесся Откуда вы взяли Что с Канадой Украины без вызов режима? Это с Европой Без вызов режима А с Канадой нет? Нет Нет Я могу ошибаться Там пускали беженцев Вот Какое-то время Сейчас прекращают Но беженцев пускают Даже там где Визовый режим Если он просит на границе Статус беженца Его могут пропустить Могут нет И если пропускают Дают статус лесоожидающего Статуса беженца Вот Такие процедуры Но просто Без визы Нельзя въехать А в Европу можно Кроме Британии Там еще что-то Ну да В Европу можно И находиться Сколько угодно Дни Не сколько угодно Девяносто дней Ну в связи с войной Возможно им продляют Там эти девяносто дней Да А вообще Вот до начала войны Девяносто дней Они могли находиться Ну а вообще Вот Какое Ваше Личное мнение Насчет конфликта Украина-Россия Ну какое Мне не нравится конфликт Я бы предпочел Чтобы Украина Фрагментировалась бы Мирным путем То есть Разделилась На несколько государств А не военным Ну Вы что Вас все Украинцы Сейчас Сожгут За эти слова Почему все Ну вы как-то Предвзятые Или вы судите По украинцам Только По рулетке А то что касается Действия Пардон Пардон Не все Не все Обычно Обычно там спрашивают Как вы относитесь К войне Там к СВО Я отношусь Как к слишком Запоздалой акции Нужно было делать Это в 14 году И это было И это было бескровно И быстро То есть Я правильно Вас понимаю У меня есть Такое же мнение И подозреваюсь Что у вас Такое же мнение Что Наш президент Путин Он Слишком долго Запрягает Да Как россияне Как обычно Подходит Ну да Это у нас есть Такая черта русская Более актуальный вопрос Как вы думаете В каких границах Останется Украина По окончании конфликта То есть Вот когда Закончится В каких границах В каких границах Я вот почему-то Вот думаю Что Россия отойдет Вся восточная часть По Днепру До Днепра Западные Западные земли И захочешь Наверное Польшу отжать Ну Польша Румыния Венгрия Ну я Кстати Абсолютно Так и думаю Я с вами Полностью Загласен Почему Потому что По широкой реке Это очень удобная Граница Она требует В 10 раз меньше Охраны У меня На канале Много таких роликов Если хотите Заходите на мой канал С вами Почти полное Совпадение Взглядов В принципе Согласен Да То есть Опять же Вы считаете Когда это все Может закончиться Ну это Зависит от Интенсивности Западной помощи Сейчас она Снижается Можно сказать Ну к счастью Или там К позитиву Если она И дальше Придет снижаться То месяцев Через 10 Закончится А если нет То Ну через 2 года Наверное Даже более того Как вы думаете Не-не Договоритесь Пожалуйста Нет Ну при оптимистическом Варианте Можно через 7 месяцев Закончиться Тут не важно Когда Как вы думаете Макрон Не важно Сколько месяцев Важно вот чем А чем мы с вами Тут солидарны Поднепру Да Ну вы знаете Вот я так размышлял Я не эксперт Далеко Я типа диванный эксперт Но я вот думаю Россию не победить Уже даже потому Что мы Ядерная держава И если У нас будет Выбор Либо погибнуть Либо Выжить Мы Сделаем все Возможные Варианты Чтобы выжить Ну если То есть Если я погибаю Если вы имеете ввиду Победить в том смысле В каком победили Германию В 45 То никто Это не собирается Делать То есть Капитуляцию России Никто не собирается Устанавливать В принципе Никто не собирается Что тогда Хочет Европа Делать Вот То есть Она же как сказала Мы не хотим Мы не имеем Права позволить Чтобы Россия Выиграла Они же так говорят Ну так вот Выиграла Но аж не говорят Что проиграла Они считают Как и С подачи Зеленского Что Если он Вернет Те границы Которые были Там в 20-м Году Или там В 13-м Году Даже в 13-м Он с Крымом Считает В 13-м Году Тогда это Типа Украина Выиграет А Россия Не проиграет Поскольку она Свои территории На момент 13-го года Не теряет А Украина Типа возвращает То есть Если Запад Говорит Мы не позволим России Выиграть Это не значит Что Россия Проиграет Это значит Будет ничья С позиции Запада Это ничья То есть Возврат на позиции 13-го года Ну а вы Что Верите Что Россия Захочет В лице Путина Отдать Я не говорю Про Донецк Луганск Крым Ну я не думаю Вот Застрял Жаль Я с Кубани Краснодарский край Ясно На какие темы Беседуете Может вопросы Интересные есть А что Я все знаю Что творится У меня Я знаю Что бои Идут Просто Я все знаю Ну Хорошо Знаете А причины Какие Вот это Военного конфликта Изначально Как вы думаете Ну я думаю Понимаете Когда Украина Легла Под Америкосов И вот Началось Что Понимаете По простому Ну Я вам говорю Изначально Самые первые Самая первая Причина Это Намного Раньше Была Это 1918 Год Когда Не Ну Понимаете Ленин Виноват Что разделил Сделал плохо Это я знаю Ленин Ленин Это Русский Виноват В том Подавление Мастер Венгрии И Германии Заключили Брестский мир Потом Грузин Потом Грузин Грузин Вот У вас Украине Говорят Русские Русские Не русские Русины Блядь Помадовали Этот Сталин Потом Этот Как его Берия Вот Все было А надо было Западную Украину Отдельно Восточную Отдельно И все было Хорошо Понимаете Да Соображаешь Ну У нас Обижайтесь Не обижайтесь У нас Скажут так Украина Будет Разведена На три части Западно И что Не будут Убивать Бандеровцев Потом Сделают Среднюю И вот Эту Что Тяпал И Новороссия Она Останется Вот так Так А Харьков Где будет Харьков Будет Украина Тяки Будет Друга Украина А Запорожье Тоже Будет Украина Тяки Друга Не западная Не ПТР А Киев Не знаю Ну Понятно На четыре Будет Разделено Слобожанщина Будет На три Центральная Украина Отдельно А западная Уйдет В Польшу Ну Я не знаю Куда Уйдет Может Уйдет Но Иши Тоже Нельзя Убивать Если Вот Допустим Я тут Балакаю Нельзя Никого Нельзя Убивать Нет Вот Я Балакаю С украинцами А Они Кажут Вот Показывай Мне Бандеру Сам С Днепра С Харькова Я Я Не против Вы Любите Бандеру Пожалуйста Это Ваше Дело А я Люблю Колбака Кожи Дуба Краснодонцев У меня Вот Эти герои Чёрца Чёрц Я Им Кажу Понимаете А Они Кажут У них Героя Этот Как Бандера Я Пожалуйста Я Не против Не Надо С Вы Понимаете Если Они Любят Бандеру И Пусть Они С Нем Остаются Я Так Понимаю Ну Я Вы Сказали Я Повторяйтесь У меня Тоже Другие Герои Видите У меня Александр Второй Сзади Вот Это Мои Герои Бачу 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 Ну Хорошо Так Вы А Вы Точно Скалькова Почему Нет Точно Заходите На мой Канал Увидите СБУ Меня Не Прихватит Потому Что Я Вам Объясню Почему Я Был Командиром Отдельной Роты Химзащиты И в 90-е Скоммунизировал Пару баллончиков Так сказать Боевого Химического Оружия И у меня На растяжке Стоит Бочка Иприта Но Маркировкой Наклеена На нее Зарин И они Они боятся Ко мне Во двор Войти Иначе Подорвут Заразят На 2 километра В радиусе Все А вы Шутите Вы Шутник Да 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 Такой У вас Канал Такой Канал Я Всех Благ Хорошо Откуда Сам Где живешь Я З Украины Да это Ни о чем Ответ Стернополя Город Какой Место Стернополя А вот Другое Дело Ну окей Я З Харькова А вы Звит Харьков Ааа А что Так в гору Давить Куда В гору Ну у меня Там Монитор Внешний Камера В одном Месте Монитор А А я понял Что За Россию Ты таковой Ищешь Телок Небось Да не Дали Я за Слабожанщину Знаешь Такой Слабожанщина Что Сепар Тест Да Сепар Я А че так Ну потому что Слабожанщина Если оделится От Украины Будет жить Лучше Тонул Я сомневаюсь Ну Ну ты еще Молодой Просто есть Регионы Донор Есть Регионы Рецепиенты Регионов Донора Всего 5 В Украине Это Харьков Полтава Днепр Одесса И Львов А остальные Они Отдают Бюджет Украины Киева Дает Больше Чем Получают А если Отделятся То они Не будут Отдавать Больше Чем Получать Будут На нулях По крайней Мере Остальные Регионы От этого Проиграет Сейчас Тернополь Проиграет Если Уйдут Регионы Доноры Поэтому И вполне Логично Что Ты За Украину Потому Что Ты Живешь В регионе Рецепиенте Понял Теперь Экономическая Подоплека Какая Ты Ты в школе Еще учишься В каком Классе В Десятом В Десятом На кого Учиться Пойдешь Или Работать Может Я Знаю А Не Знаешь Пока Я Знаю Ну Я Понял Да Ну Какой Тебе Предмет Больше Нравится Ну Ладно Давай Мне Звонят Успехов Слушай 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 Их В общем То Все Назвали Русские Потому Что Это Глагол Русские Это Какой Чей Отвечает 17 Гривен Килограмм Казалось Ну Как Килограмм Это Не очень Дорого 17 Гривен Килограмм Это Не очень Дорого И Вообще Во Всем Мир Яйца Мерятся В Килограммах Они Штука Есть Мелкое Яйцо Есть Крупное Яйцо Разные Цена Разная У Белкого Яйца Одна Цена У Крупного Яйца Другая Цена Правильно А Если Взять Килограмме Это Взять За Чёрный Жопа Мне Не Нравится Чёрный Жопа Ты Чёрный Наверно Зря Жалел Деникин Хама Их Надо Было Брозгать Да Блятьми А Вот Теперь Ни Воинство Ни Храмов Минократия Помойки Диктует Моду На Мораль Мне Наплевать А Сердцу Горько Зафиксировали Пётр Зафиксировали То что я сказал В Татарстане В Татарстане Нету Ни одной Школы С татарским Языком Обучения Это Факт Это Факт В С� Sad В 1922 году В Воронежской области А в 22-м году Ливска область где была? В Австрове, Англии. Опа, так это не было еще? Ну ищих в соседней стране. 70 миллионов. Они нас ненавидят за это. За то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Я верю, как руси их рассели, тяжела будет Ильи Сумове. Паркашовский был. Мы сделаем украинским углом и ночевым. Мы каясь. Да, да. Украина, которая... Она создана. Мы по-климическому. Еще раз заявляю, власть в Харьковской области четвертая и сильная. Мы не позволим никому учиться жить. Я уверяю вас, в Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Гмадской власти. Будет только Харьковская власть. Но ты мне улица родная И мне погоду дорога И я помогал вам永 quick reason. Пока. Всем voltar. Редактор с т απ sistem sirшной кипения. Оч contrario с т 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 ты т 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 т…